Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1246. События дня. Псалом 21.20. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов, одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов и единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Наше объявление. Умерла сестра, осталось четверо детей. И выразили желание обратиться, поставить объявление. Может, кто-то поможет составить какой-то фонд им. Они уже все подрастают, учатся. Вот как с сестрой все было. Застормозите, можете посмотреть похороны, как были. То есть, часто обманывают, люди денег просят. Я для того это выставил, чтобы не подумали даже об этом. Это я был в деревне в это время, когда она умерла. И вот такое вот составлено было в городе. И мне кинули, где сказать, поставьте у себя. Вот, прочитайте. Ну, дальше тут разговоры какие идут, с тобой переписываются. На занятиях, где Библия, щат называется «Содружество». Но я беру каждый раз, чтобы оставить память, какие были люди, как разговаривали, о чем заботились. Сравнить с другими там где-то щатами и прочее. Вот так. Я буду просто проводить, останавливать, а вы каждый раз курсором стукнете здесь, надавите и просчитаете. Опять отпустите. Если вам интересно это. Я не засчитываю голосом, мне это не так удобно. Опять отпустите. Я не засчитываю голосом, мне это не так удобно. Моя переписка тут с помогающим мне, Вячеславом. Это один тоже пишет. Я хотел приехать, нас много. А сегодня, когда я взял, ответил положительно, то вижу, что ему пишу так. Сегодня в который раз повторяю, что если не состоится сегодня разговор по скайпу, а он уклоняется и фотографий не видит, то расстаемся без лукавства. Комедия закончилась антрактом молчания. В разговоре по скайпу скажу вам поэтапно, что нужно сделать немедленно тоже сегодня. У вас в написанном вами есть несостыковки. Их нужно устранить, доказать, что не разыгрывайте меня, как случилось, и не раз с сабвером в войну. Ну, игру такую устраивали, что... Приезжать к нам ни в коем случае нельзя, запрещено, пока не получите разрешение. Если не выйдете на связь, то в последний раз пишу вам. Я вижу, что там игра идет, разыгрывает. Вот у нас много, приедем. Это уже был один. Алмазов. Скоро Ганды. А потом разразился такой броней, начал картинки отрезать голову, прилеплять там, где блуд творят. Пришлось в прокуратуру обратиться. И там быстро навели порядок, и все, он убрал, и больше нету. А, видимо, под другими именами часто люди заходят и начинают его здесь заблокировать, а он дальше продолжает свое. Вот, послушайте, какие разговоры-то тут идут. Вот так вот. Ну, какие события в прошедший день? Сижу дома. Куда я? И ходить некуда, да и незачем. Два раза слазил на голубятню, это на крыше у меня. Поговорил с голубями, посмотрел. Красота какая. Они перед окнами летают. Я днем неоднократно выйду в окно, посмотрю. Траву какую-то клюют что-то. А там мышей расплодилось. У меня там продукты хранятся. Как сказать, в сенях у храма там. Ну, и пришлось туда опять зимних три кошки черных посадить. А они там нашли дырку вылазят. Все это заделал. Опять же, день-то идет. Ну, накормить надо, наварить. Им наварить, себе. Вот так. Тут гликерию Надежды Васильевны дали. Гляжу, что без присмотра ее не оставляла. Выговор уже вчера был. Занимается. А она, девчонка, такая, что дверь откроет, и ее вообще не найдешь. Ну, тоже заботы. Ну, и, естественно, семикратно помолиться надо. Время идет. И не просто идет, а даже смотрю, вот уже час прошел, как обед, и даже не мог здесь. Записи идут. И большие-большие еще работы принадлежат. По вопросам тут. Много вопросов. Бог дает помощников. Вот Семенов Вячеслав. Другие тут подходят. И Сергей, вот Иктушенко. Сколько помогли все. Вот утром встал. Сейчас вот всего на этот день. Как сказать? Второй час. Сейчас 20 ночи. По-нашему. По-варнаульскому. Я уже засижу за компьютером. И сейчас уже, ближе, уже четвертый час. А тут уже что в четвертый? В 4.40 все встают. А в 5 тут молитва будет общая. А тут так, на пенсии, такое время. Пошел к поводу. Вот недавно было. Гляжу, женщина одна остановилась. И все-таки кивает мне головой. Я машу рукой. Ну, подойдите к колонке. А с ней мужчина. Ну, знакомый. Ну, не знаю кто. Это Павел Васильевич Лозовой. Он работает в ГТРК Алтай. И брал у меня неоднократное интервью. Очень расположен к нам. Его чуть не уволили один раз. Ну, где я сижу. Здесь, сюда. Здесь вот брал интервью. И мы разрешили. Ну, стали. Они как-то по телевидению. Ну, все это у них там. И аудио, и радио. Обратились. Наши барнаульские люди. Вот какие есть вам известные, интересные. Напишите. И он говорит, он-то там. Говорит, как пошли звонки. И все звонки там. Невозможно. Все звонки о вас. Вот там в лагере. Сколько были дети. И какие стали. Как улучшились. Не то, что там какой-нибудь блудослов бормочет. Он ничего не знает. Ну, охота пристать. А ничего нет. Открой, вот кто клевещет. А у них ни одного ролика нигде нет. Этот вот говорит. Мне пришел сюда. Говорит, и не расположенный ко мне. На ГТРК это я знаю. Но сказали, иди возьми интервью. Все-таки столько людей звонило. Говорит, сегодня то ли 70, что ли, человек позвонило. Ну, а что говорить-то? Я говорю, мне уж осталось жить 4 месяца. Как так? А мне было 69 и 8 месяцев. Написано лет человеческих 70 лет. Так это мы с тех пор-то не видали. С 10 лет подмахнуло уже. И вот он стоит, ведра мои хватает. Да, я донесу вам, да то другое. Я не знаю, кто там женщина рядом с ним, кто она такая была. Тоже, видно, работает и слышал. И, ну, поговорили. Дал визиточки каждому из них. А это же время. И все это вспоминается. Давно уже. Столько раз вот эту передачу. Вот тут у нас есть на сайте. Стоит с Политекиной Еленой Валерьевной. Беседовал. Очень хорошая передача. Ну, просто хорошая. Это кто не знает, на сайт зайдите, когда она рассказывает, как она обратилась к Богу. Дома неладно. С мужем было все. Услышала про наши занятия в университете. Передача была. А она там работала на ДКТРК. Вот как еще. И потом ее записали. Она все рассказала. И эту передачу выставили. Ну, выставили. А где она ездила? Ну, вот я сейчас открою. Просто покажу. И у нас есть сайт. Называется «Восвете Библии сайт». Вот он как выглядит. А вот здесь вот внизу «Звук и видео». Вот я, не знаю, видно или нет. «Звук и видео». Вот я нажимаю «Звук и видео». Она сейчас должна перекинуть нас на ту страницу. О! Так. Вот так. Виталий Калиников. Интервью с Лапкиным. Занятие. Фильм. Причувствие. Павла Безрукова. Тут потеряю скеллога. Доброта люби. Детский концерт. Так. Малашина. А что же я не вижу-то? Где она? А, вот она. Интервью с Еленой Политыкиной. Павел Лозовой. ГТРК. Вот она. Я не знаю, видно или нет, как показать. Интервью. Я не знаю, тут Елена Политыкина-то, наверное, не заговорит или заговорит. А, скачать надо сначала. Ну, а скачать-то это же долго. Не успеешь никак. А... Ну, это наш муд скачать на всякий случай, как она будет скачивать. Долго не скачивать будет. О-о-о, вот она вверху зелененькая пошла. Да нет, быстро скачивает. Сейчас я тогда раз так коснулся, тем более немного тут и записи. И расскажу. Елена Политыкина, она член нашей общины. Очень ревностная такая. Ну, благослови ее, Господи. И вот она тут будет говорить. Сейчас это скачает. Вот уже половина почти скачана. Интересно, как будет. Я не знаю тут, запишется или нет. Потому что надо, чтобы голос был слышен тут. Я тогда к динамикам поднесу сейчас наушники. Вот так. Вот оно все скачало. А теперь где его искать? Где? Сейчас я найду. Здесь нету. Это надо вот как в компьютер. Вхожу вверху в левом углу. А тут написано рабочий стол. А тут Игнатий Лапкин. А тут загрузки. Вот сколько переходных моментов разных. Так. Дядя, вынтерю Политыкина. Вот оно. На рабочий стол я ее вынес. Замечательно. Ответы. Тут еще есть ответы. Вот так. А ну-ка попробуем. Так. Интервью Политыкиной. Кровое радио продолжает работу. 18 часов 20 минут в Барнауле. Вот и наступил осенний вечер. Позади у вас много дел, много суеты и забот. Но порой за делами мы так редко смотрим в небо. Думаем о душе и о смысле жизни. Остановиться, оглянуться, задуматься. И призывает нас героиня следующей передачи. Завершается месячный пожелательный день. В этом году мы съели 69 тысяч. Работали, работали. Мы будем работать. Вот такая вот жизнь у меня. Алтайские встречи. Здравствуйте. В студии журналист Павла Зовой. У одной матери цыгане похитили ребенка. Горе ее не было конца. Трехлетняя девочка была ее надеждой. Она скрашивала одиночество. Через пять лет случилось следующее. Пробежала с базара соседка и выпилила. Я видела твою мастерскую цыган, который проезжает через город. Табор был остановлен. Дело передали в суд. Никакого анализа крови тогда еще не придумали. И судья вынес следующее решение. Отдать ребенка ее действительно матери на один месяц. И если ребенок не признает свою мать, то снова ее вернут цыганам. Мы можем только слабо представить себе мучение матери. Она накупила игрушек. Она не нашла, не отходила от своего сокровища. Но девочка время от времени спрашивала, а когда мы пойдем к моей маме? Для нее мамой была грязная цыганка из табора. Наступил последний день. Мать находилась в другой комнате, а девочка меланхарично прибирала игрушки. Мать захлеблась слезами горькими, помолилась и запела колыбельную песню, которую она пела когда-то над колыбелью своей единственной малышкой, своей последней надеждой. Женщина еще не окончила петь, как девочка с криком «Мама!» бросилась к ней на шею. Прочитал притчу, Елена Политекова поняла, что история во многом и о ней, и о тысячах таких, как она. Людей, которые забыли голос своего небесного отца. А ведь у каждого из нас в душе есть этот голос. Мы заглушили его суетой, ничемными спорами, обидой, покойни за длинным рублем, славой, роскошью. Но однажды, и это было больше десяти лет назад, Елена услышала этот голос. Точнее, пробился из радиоэфира призыв прислушаться к своему сердцу, выбрать правильный путь, освещать дорогу, свеча веры и любви. Этот христианский проповедник Игнатий Тиканович Лапкин застал ее остановиться, отвечуя от суеты, прислушаться. Елена включила погромче радио, потому что проповедник размышлял о самом важном. Кто мы? Зачем мы? Как прожить жизнь? Не зря. Эта радиопередача настолько изменила жизнь Елены, что спустя больше десяти лет она пришла к нам на радио, чтобы, во-первых, узнать, куда исчезла программа Тара Инкогната, и, во-вторых, поведать, как изменилась после этого диалога в эфире, ее жизнь. Словно свежий ветер наполнил парус ее судьбы, разогнанную тучи, и высокого горизонта стало видно солнце истины и любви. Я православная христианка. Обратилась к Богу через вашу передачу, которую услышала 12,5 лет назад. Передача была Тара Инкогнита, встреча с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, когда он рассказывал в доступной форме о Боге, что такое Святая Троица, как Бог творил мир, как все явилось видимое из невидимого. И сразу моя душа откликнулась, я пришла на занятия. И с тех пор, я вот 12,5 лет, я уже являюсь членом общины православной крестовоздвиженской, посещаю занятия в политехническом институте, хожу в церковь, летом езжу с детьми в лагерь православный. Насколько ваша жизнь за эти 12 лет поменялась? После встречи с Богом, вот близкой такой, после хождения на занятия, у меня открылась жизнь совсем другими глазами. Раньше она была как бы обычная, обыденная, я не замечала вокруг себя. Но есть деревья, солнце, что-то растения, там цветы, животные. Теперь я вижу, что это все дар Божий. Я увидела, какое красивое небо, как растут цветы, какое чудо вокруг нас происходит каждый день. Бог отвечает на наши молитвы. С Ним жить легче стало. Все трудности, скорби жизненные, они переносятся легче, когда обращаешься к Богу, и Он поддерживает, помогает, и все переносится. Особенно в наше трудное время это очень важно, когда поддержка Божия идет. Вы сказали о поддержке. А Вы могли бы примеры конкретно сказать, когда Вам небесные силы помогли, когда ситуация безысходная или тупиковая, а выход Вам подсказан? Очень много таких случаев в жизни было. От самых мельчайших, касаемо даже обыденной жизни, мелочей жизненных, до крупных вещей. Мы купили 7 лет назад половину дома. У нас безвыходная ситуация сложилась. Надо было быстро приобрести дом. И купили, не знали, кто соседи. Въехали, а потом увидели, что торгуют самогоном за стенкой. И было очень тяжело, потому что у нас общий проезд, и мимо нас все время шли вот эти алкоголики. Они на клумбе с цветами у меня распивали, и детей боялась я на улицу выпустить. Даже приставали, и все. Я тогда обратилась к своим братьям и сестрам, говорю, давайте помолимся, чтобы Господь мне облегчил вот эту ситуацию. И все помолились, и как-то быстро, вот их Бог смел, они уехали оттуда. И удивительно, моя подруга лучше вот с детства, с которой я дружила, и она вселилась в эту половину. И мы вот так здорово стали жить, вместе мы на молитву вставали, вместе гуляли, общались, Евангелие читали. Было очень хорошо, дети вместе в лагерь ездили. Бывает, что денег нет когда. Попросишь, Господи, ну вот совсем нет. На другой день вот чудом каким-то деньги появляются. То прислали родственники, то кто-то подарил что-то такое вот. Облегчение, то зарплату дали, которую долго задерживали. Вот такие вот дела. Деньги необходимы нам в какой-то мере. Но все-таки главное, это душа человека. Вот ее как сохранить, это гораздо сложнее, пожалуй. Это, конечно. Большое утешение Бог дает в таком плане. Вот я раньше жила неверующей, когда была мужа, у меня неверующая. Мы с ним прожили пять лет, я потом к Богу обратилась. Как муж выпивал, бывало, и такое отчаяние. Вот готова была его убить просто вот от злости. Сильный раз, вот терпение кончается, еще дома сидишь, когда с маленьким ребенком безвылазно, некуда выйти. И вот он как свет в окошке ждешь его, в шесть часов калитка не стукнуло, все, значит, он напился. Я ребенка хватаю, бегу на остановку встречать. Я вот постоянно в этом стрессе. А сейчас я помолилась, и как Бог даст? Я за него помолилась, чтобы его Господь обратил. Все, а там пришел он, не пришел, мне Бог дает спокойствие. Мир в душе. Какой он пришел, пьяный, не пьяный. Я накормила, уложила все, у меня на душе радость. Я пошла помолилась, своими делами занялась. У меня дети еще, хозяйство, все. Вот это вот чувство, что воли Божьей и успокоений как-то, что у меня цель спасти свою душу, я забота о ближних, что не надо зацикливаться так сильно вот на этих мирских проблемах. Я посвящаю, что жизнь должна идти в рамках того, что Бог дал жизнь для спасения души человеку. И все вот эта жизнь должна подчинена этому быть. Главное — спасти душу. А как вы обычно начинаете новый день? Новый день у нас начинается с молитвы, конечно. Прежде всякого дела встань благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом и соверши молитву. И тогда и день по-другому пройдет, и все, будешь успевать, будет благословение. И встречи с людьми, какие Бог предназначил, будут. Что вы в утренней молитве? Вы благодарите Бога за то, что Он вам дал возможность еще один день этот прожить? Или вы просите, что Он вам в этот день не спасал какие-то дары или интересные встречи, или дал силы прожить достойно этот день? Вот есть три ступени молитвы. Первая ступень — это просительная молитва. Вторая ступень — благодарственная. И третья ступень — это аллилуйя, прославление Бога уже. И, конечно, молитва, она включает в себя все. И прославление Бога, и благодарение, что ночь прошла, что ты живой остался, слава Богу. И просьбы на этот день, чтобы Господь укрепил и помог в делах. Все есть в этой молитве. И, конечно, легче уже с Богом Евангелие обязательно. У нас Игнать Тихонович, он говорит, за стол не садиться, прежде чем Евангелие не прочитаешь, потому что Евангелие — это Слово Божие, которое он дал людям для руководства к действию. Вам не кажется, что мы иногда очень часто и по таким чисто житейским проблемам обращаемся к Всевышнему, что мы его беспокоим очень мелкими делами, наверное, с позиции Творца нашего? В Библии написано, что не нужно уподобляться язычникам во многих просьбах своих, ибо Господь знает, прежде вашего прошения, в чем вы имеете нужду. Это касается вот именно мелких просьб таких, что дай мне богатство, дай мне вот это вот всего. Это не нужно, и Бог знает, что нам нужно есть, что пить, но когда мы просим Духа Святого, благословения на добрые дела, это угодно Богу. Чем чаще мы молимся, даже апостол Павел говорит, что молитва ваша да будет непрестанной. Постоянно, чтобы молились, потому что Бог, Он наш как отец. И как отец любит, чтобы сын приходил к Нему и общался с Ним, так и Бог любит, чтобы дети Его обращались к Нему в молитве. Вы так бы свободно цитируете наизусть Библию, Вы ее много раз прочитали? Библию я один раз прочитала, один раз я прослушала, у нас в записи Библия целиком есть. Игнать Тихонович Лапкин ее начитывал на пленку. 99 часов звучания у нее целиком. Вообще знания, это в основном, конечно, заложено нашими наставниками. На занятиях мы ходим, и проповедь постоянно нас кормят проповедью. Два раза за службу по 20 минут у нас проповедь. И, конечно, вот это все закладывается, плюс в молитве Господь дает. Даже вот как-то забудешь что-то, и мучает душа, что надо вспомнить, как пророк, вот его изречение вот это, и просишь, Господи, ну подскажи, как этого пророка звали, вот книги с собой нет, и приходит на ум, просто Господь отвечает в мыслях, что складывается, что вот такой-то, такой-то, и какие-то выдержки из Писания приходят на ум. Это Господь по молитвам Он дает. Мы говорим, спаси свою душу, нужно ее все время держать в чистой тени, и многие задают вопрос, неужели наша жизнь заканчивается с нашей смертью? Существует ли душа потом? Жива ли она? Нет, конечно, эта жизнь дана только для того, чтобы примириться с Богом, спасти свою душу. Жизнь настоящая, она наступит в вечности, когда мы уже освободимся от таков вот этого тела бренного, больного нашего, несчастного, и потом будет уже тело совершенное, которое Бог даст уже после страшного суда. И вечная душа будет дана человеку, люди не будут болеть, не будут терпеть несчастья всяких, голода, холода, и будут пребывать в вечной славе Божией, общаться с Богом. И Бог будет сам свет, написано, что в семь раз ярче солнца, и смогут пребывать там только праведники. Один человек написал нам в редакции, что потеряв свою любимую, он очень надеется, что там, в потустороннем мире, прикинь, в цитате из Библии, что там не существует мужа и жены, они встретятся. А как Вы думаете по этому поводу? Ну Вы правильно сказали, что люди не будут, как мужчины и женщины, но будут подобны ангелам на небесах. Но души, если они правильно жили в этой жизни, если они встретились со Христом и попали в Царствие Небесное, конечно, они встретятся. Но души вот эти вот, которых в этой жизни волновало, мирские какие-то связи, даже любовь мужа к жене, там уже будет всё по-другому на небе. Там будет встреча со Христом, и вот эта любовь к Богу, любовь, конечно, к тем, которые были с нами, но они уже будут совсем в другой форме. Будет радость о спасении Твоей любимой. Плотской связи уже, конечно, там никакой не будет. Но встретиться они могут, если они были верующие, встретились с Богом. Женщина, потеряв своего ребёнка, пишет, что он часто приходит во сне и вроде бы её зовёт. Она не знает, что в этом случае сделать. Мы ей посоветовали просто помолиться, пойти в церковь, свечи поставить. Как по учению православной церкви, что души умерших, они находятся или в раю, или в аду. Это может быть только первые три дня душа блуждает, а потом она всё равно находит своё пристанище где-то. Есть частный суд, и потом душа находится или в раю, или в аду. Душа не может являться. Может быть, козни бесовские, чтобы человека в уныние вогнать, как-то довести до самоубийства, до какой-то истерии. А может быть, видения какие-то. Сны бывают у нас трёх родов. От Бога, от дьявола, от мирских переживаний, от суеты, от нашей. Конечно, в церковь нужно ходить человеку обязательно. Читать Евангелие. Она там найдёт ответы на все свои вопросы, которые её волнуют. Наставника себе какого-то духовного, чтобы мог ей разъяснить эти вопросы. В церкви она найдёт успокоение души. Она поймёт, что цель жизни — спасти свою душу. И всё, что происходит с нами в этой жизни, оно согласовано с волей Божией. И даже какие-то страшные случаи в этой жизни, которые происходят, они не без воли Творца, они к нашему спасению идут всё равно. Это подталкивает человека. Когда человек сам не приходит к Богу, случаются всякие у него несчастья, болезни, страдания, потому что Бог хочет, чтобы человек спасся, каждый человек. Нет воли Божией, чтобы хотя бы погиб хотя бы один из малых всех. И поэтому Бог нас, как любящий отец, Он подталкивает всякими вот этими вот страданиями, болезнями к себе. Потому что человек вспоминает о Боге не когда ему хорошо в основном, а когда ему плохо. Очень редко кто вспоминает в радости. А в основном только в горе, в печалях, в страданиях. Когда человек заболел, тогда он сразу вспоминает, что есть Бог, что нужно помолиться, и Бог поможет. Очень на это рассчитывает другая женщина, у которой неожиданно заболел сын. У неё старенькая мама сильно болеет. И на неё столько вдруг свалилось, что она даже не знает, как вынести всё это. И только однажды она по радио услышала, что Бог даёт нам столько испытаний, сколько может вынести человек. Почему столько иногда выпадает на долю добрых, хороших, честных людей, столько испытаний, горя, печали? Да, действительно, Бог даёт в меру каждому человеку, сколько он может вынести. Но от чего это количество зависит? Потому что люди, даже вот они добрые, хорошие, они к Богу не приходят сами. Они полагают всю свою надежду в этой жизни. На Бога они не полагаются. И поэтому любящий Господь постоянно тревожит их душу вот этими всякими несчастьями, как я уже сказала, он пытается их привести ко спасению. Потому что человек не знает, сколько ему отмерено. А может, эта черта завтра произойдёт. Ты можешь попасть в аварию, всё, что угодно может случиться. И Господь подталкивает, всё время тревожит душу. И вот эти вот несчастья нападают, чтобы человек в этих несчастьях обратился всё-таки к Богу. Пришёл ко своему спасению, к спасителю своему. Это Вы говорите не просто по книгам, которые Вы прочитали, но это Вы говорите и с учётом собственного опыта? Да, из опыта своего, я скажу, вот у меня никого нет в родне из верующих людей. И вот мама у меня очень хороший, душевный человек, душа компании. Она всегда на работе пропадала. И у неё вся вот эта вот любовь, общение всем помогает. И к ней все очень хорошо относятся. Но она про Бога не может даже слышать, не хочет. И постоянно у неё в жизни происходит несчастье. Вот недавно она лишилась квартиры. Её просто выгнали на улицу, не компенсировали ничего. Она 25 лет на заводе отработала. Дали жильё. Но она ведомственно сказала, пока будете жить, значит жильё будет ваше. Как умрёте, там детям уже не достанется. Ну и ладно, она прожила-жила. Она только въехала, сделала ремонт, 5 лет прожила. Потом ей сказали, выплатите, как будто вы жили в аренду. Она выплатила. И после этого сразу подали в суд, её выселили. А я всё время говорила, мам, ты молись, мам, ты молись. Приходи вот на занятия, послушай, Библию почитай. Она не может слышать этого ничего. К Богу не обращается. И поэтому постоянно вот эти вот, хотя было вот несколько судов, я ей говорила, всё, ты помолись, может Господь поможет. Это промысел Божий. Ты не обращаешься, Господь бьёт. Тяжело с папой, он болеет, за ним надо ухаживать. Сама она вся больна. И постоянно вот столько вот несчастья, но к Богу человек не обращается. И вот столько всяких несчастья, и всё равно человек и слышит о Боге, и обращаться он не хочет никак. Поэтому происходят такие вещи в жизни. А вы, как любящая дочь, можете за неё помолиться, попросить Господа, что он помог, простил её, дал силы пережить этого? Конечно, я молюсь о ней постоянно. Она должна быть личная встреча с Богом. Человек должен сам прийти к Богу. Потому что чужими силами человек в рай не войдёт никак. Какой бы пророк ни молился, он может только подтолкнуть тебя ко спасению. Но невозможно так было, чтобы за любого человека, за хоть кого, ты молился, он попал в рай просто так. Человек должен сам прийти к Богу сознательно. Вы считаете, что этот путь, это выбранная вам дорога веры, путь к Богу, это совсем не простой путь, это трудный путь, полный тоже всяких искушений, падений и всего. Но это единственный правильный путь. Конечно, если человек осознаёт, что цель жизни – это спасти душу свою, он направляет жизнь свою по этому пути. И любящий Господь даёт силы, даёт помощь. А вот то, что вот эта трудность, это в начальном пути, конечно, было тяжело. Я когда прочитала, что мерзость перед Богом носить мужскую одежду, я перед этим только в брюках ходила. Очень было тяжело в юбку перелазить. Что косметика – это мерзость для соблазнения, например. Вот мужчины написано, что мерзость перед Богом. Тоже было тяжело, особой красоты нет. И я всё боялась тоже, родители говорили, вот сейчас краситься не будешь, и муж тебя бросит. Ничего, слава Богу, уже после этого 12 лет с мужем живём, он не верующий ещё не бросил. Надеяться буду, что Господь и дальше сохранит наш брак. Вот такие вот мелкие вещи. Да, в платке ходить тяжело, конечно, это вызывает реакцию окружающих. Но в то же время это и проповедь. Я вот дочери говорю, царю, накрашенные люди идут, а никто не обращает уже внимания. А я пройду в платке, они красивы, но все будут смотреть. Потому что это сразу вызывает внимание у людей. Потому что молодая женщина идёт в платке, сразу ясно, что женщины верующие. Тоже проповедь своего рода. А у нас сёстры некоторые, они в двух платках по городу ходят. К ним вообще приходят сразу с вопросами, а почему вы так идёте? Но я ещё до этого уровня не достигла. Это следующим этапом надо добиваться, работать над собой тоже. Вот такие мелкие посты тоже было вначале тяжело соблюдать. Это когда помощь Божия идёт, тогда уже легче. А когда я пробовала неверующие, на диету садиться как-то, слышала, что посты пробовала, у меня не получалось. Потому что одно дело для себя, тут силы воли не хватает. А другое дело для Господа, это уже и помощь Божия идёт, и сознание, что без этого не спастись. Поэтому, конечно, это помогает всё. Мир, в котором мы живём, очень непрост. Он травмирует нас горем, кризисом, печалью, войнами. И с этим ничего не поделаешь. Вопрос не в том, чтобы исправить мир. Для нас это невозможно. Это дело Бога. А от нас требуется лишь решимость изменить на земле хотя бы одно существо, самого себя. Как это сделала однажды наша землячка Елена Политекина. Передача Алтайской встречи окончена. Её подготовили режиссёр Евгений Загузов и журналист Павел Злой. Вот так. Я не знаю, нас слышно там было, записалось или не записалось. Вот я гляжу, ещё разговоры какие-то идут. Посмотреть, что тут говорят. Вот так. Любить жизнь. Я сейчас просчитаю, что такое РПЦ. Так. Вот это откуда. Ну вот тут я буду считать, мне тут не переставить. Виталий пишет там. Не хочет. Наиполезнейший ролик. Благодарю, Вячеслав и Игнатий Тихонович. Дальше. Валентина Стартисон пишет. Вот. Валентина Стартисон. Она будет слушать и слушает того, кто больше ей заплатит. Вот и наслушалась. Виталий. Да, это понятно. Елена Фаур. Обратим внимание, что в том ролике Вячеслав Игнатий Тихонович сказал о романе. Согласно Валентина, и не желает, не жалеет ног своих мотать по району и плачет просить помощи. А я не пойму. Ведь в России платят за детей. Или она? Видимо, она не в России. Так. Валентина Стартисон отвечает. За все. Долгое время общения с Игнатием Тихоновичем. Наиполезнейших роликов было множество. Слона уже можно было обучить всему. А ей как об стенку горох. Так. Елена отвечает. Точно. Наталья, это все. Покаяние. Так. Елена Фаур. Этой девочке три года. И не пойму. Она замуж выходила после потеряевки, что ли? Ну и тут отвечает эта Ксения. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протеерей Дмитрий Смирнов посоветовал россиянам, не нашедшим мужей на родине, поискать спутника жизни в Африке или Китае. Там очень много молодых мужчин, неженатых. А в Китае еще больше. Никаких проблем. Взять и уехать. Земля-то круглая, заявил протеерей. Ну вот так. При этом глава Патриаршей комиссии в эпире Радио Радонеж отметил, что российским женщинам стоит повысить планку своих ожиданий и желать счастья в полной мере, в кавычках. Однако, по его словам, настоящее счастье стоит искать в Боге. В прессе писал депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал россиянам отдыхать в Сирии и Ливане. Парламентарий считает, что в этих странах высокая культура отношений к женщине. В РПЦ посоветовали. Вот оно тут. Так. Дальше Познер назвал православие причиной отсутствия у россиян любви к жизни. Тоже сказал Познер Владимир. Валентина Сартисонов. Потеряю. В 2015 году я с ней встретилась на крещении. Начало июля. А в конце этого же года она родила Настю. Замужем в то время она не числилась. Вот и по судьи. Это вот, который написал. Вчера там разговаривали с одной женщиной. Такое ощущение, это пишет Ксения, что герои статей посмотрели вчерашнее видео Виталия с упоминанием их персон. Дальше глава Патриаршей комиссии. Тут все такое. Виталия. А они не переставали бредофильствовать. Языки без костей. Каиниты. Ильяна Флавля. Это протоиерея был в гостях у нас и до его приезда. И много смотрела роликов с ним. А после отъезда вот уже года два не смотрю. А потом откуда он взял, что много мужчин неженатых. Тут не хватает мужчин и еще пойдут в захват русских. Ну это он загнул. Маталью усатую. Им солдаты нужны для войны. Любые. Елена. А вот Милонов напоминает скомороха. Точно. Жена. Зачем тогда им? Вот так. А пишет Наталья усатая. Чтобы щечевичную похлебку варили и портянки стирали и раны лечили. Вот такой тут дальше идет разговор. Вот Алекс зашел. Тоже еще что-то пишет. Хорошо. Позднее напишу. Спасибо, что не отказали. Христос воскресе и храни вас Господь. Ну на этом сегодня все. Христос воскресе. Продолжение следует... Продолжение следует...